Как с помощью одного легкого штриха изобразить конспиролога? Это, конечно, скорее карикатурный образ. Что-то я не видел на улицах людей, которые щеголяют в шапочках из фольги. Но это не значит, что конспирологов не существует в принципе. Хоть меня нередко убеждали в обратном, но это, конечно, не так. Особенно в последнее время в этом наверняка смогли убедиться многие из вас. Скорее всего, у вас есть хотя бы один знакомый, родственник, коллега, который рассказывал вам про 5G, чипы и вот это все на полном серьезе. По уровню аргументации это все не сильно отличается от той же плоской земли. И вся эта ситуация еще раз отлично и массово продемонстрировала, что люди очень даже склонны верить в конспирологические теории. В своих видео я нередко грешу вот этим. Как я уже сказал, карикатурным образом. Когда делаю отсылки к какой-либо конспирологии. Но вот, как правило, я делаю это только потому, что это узнаваемый символ. Конкретная функция шапочки – это защита от контроля разумом. Ну, вы поняли. А я обычно говорю про форму земли, полеты на луну или еще что-то такое. Так что обычно в моем использовании этого образа практического смысла бывает немного. Но не в этот раз. Сегодня нам понадобится вся фольга, которая у нас есть. Ведь мы будем говорить об исследовательском проекте. Об обсерватории, с помощью которой можно управлять разумом людей. Но, точнее, это одна из приписываемых возможностей. Наряду с управлением погодой, запуском землетрясений. Страшная штука, в общем. Думаю, многие уже догадались, ну или увидели название видео, что я говорю о проекте ХААРП. Я вскользь его упомянул в предыдущем тематическом видео, и вы меня просто завалили комментариями с просьбой сделать отдельный выпуск. Что ж, вот он. История оказалась действительно интересной. И давайте поговорим о проекте ХААРП, о том, чем он на самом деле занимался, и откуда берется вся эта конспирология. Я Андрей, и вы на канале Космос Просто. Эй, а чё идут тебя за часы на руках? Ну, это мне тут пришла посылка от магазина All Time. И этот выпуск выходит при их поддержке. Это сеть ювелирно-часовых магазинов, а их интернет-магазин успешно работает уже более 20 лет. В магазине более 50 тысяч позиций, и за годы работы у них сотни тысяч выполненных заказов. Они сотрудничают с брендами напрямую и отвечают за качество товаров. На сайте All Time вы легко подберете подходящую вам модель, которую вам еще и доставят быстро. All Time являются официальными представителями бренда Zero, и вот тут у меня как раз одна из интересных моделей. Это часы с японским кварцевым механизмом, но, конечно, первое, что сразу бросается в глаза, это необычный дизайн. Они показывают время с помощью вот таких прозрачных градиентных дисков, которые делают циферблат ореолом непрерывно меняющихся цветовых оттенков. Голубой диск указывает на часы, а фиолетовый — на минуты. Корпус часов и браслет изготовлены из высококачественной матовой нержавеющей стали 316L, а циферблат защищен закаленным стеклом, которое более устойчиво к царапинам. Переходите по моей ссылке в описании и заказывайте себе качественные часы. Итак, HAARP прошифровывается как High Frequency Active Aurora Research Program. Если переводить дословно, получается что-то вроде «Программы высокочастотного активного исследования полярных сияний». Еще на русском встречается такой вариант названия «Программы исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн». Давайте прочитаем часть описания основной цели проекта HAARP со старого официального и теперь уже архивного сайта. «Программа HAARP, инициированная Конгрессом США, управляемая совместно военно-воздушными и военно-морскими силами США. Цель программы – создать высококлассный научно-исследовательский центр для изучения ионосферы». И, наверное, уже после этой пары предложений становится понятно, откуда берется столько конспирологии. Область исследований для неосведомленного человека звучит как-то мутно. Какие-то там высокочастотные исследования, какая-то еще ионосфера. Если еще и фотографии посмотреть, станция выглядит как-то страшно. Мало ли там чего они куда посылают. Находится еще где-то там далеко на Аляске. Ну и, конечно, маленькая такая деталь – проект управлялся военными. Легко представить, как многие люди, непонятно чем занимающиеся, отдаленную установку, управляемую военными, могут принять за страшное оружие. И на фоне этого напридумать кучу конспирологии. Хотя, конечно, там история чуть сложнее. Кстати, по идее, градус конспирологии можно чуть снизить, просто продолжив читать описание, отрывок которого я уже прочитал. Цель программы – создать высококлассный научно-исследовательский центр для изучения ионосферы, легко доступный для ученых из различных университетов, частного сектора экономики и правительства. Как-то уже не звучит как тайный секретный центр. Но прежде чем упомянуть самые сумасшедшие теории, давайте все же поподробнее поговорим о самом проекте. Чем он действительно занимался или занимается, зачем нужен и как устроен. Во-первых, это просто интересный проект с точки зрения науки. А во-вторых, так еще и будет понятнее, почему заявление о страшных возможностях – это ерунда. ХААРП изучает ионосферу, и давайте поговорим о ней. Ионосфера – это слой атмосферы, планеты. Однако, если мы посмотрим, скажем, на такую схемку слоев атмосферы или на другие подобные ей, мы увидим, точнее мы не увидим о них ионосферы. И все потому, что это не отдельный слой, как тропосфера или стратосфера. Ионосфера находится внутри верхних слоев атмосферы, зацепляя и мезосферу, и термосферу. Что-то очень много слов «сфера». Ионосфера характерна наличием, ну, ионов. Заряженных частиц, которые образуются в данном случае, когда ультрафиолетовое и рентгеновское излучение, приходящее от Солнца, взаимодействует с нейтральными атомами и молекулами газа в верхних слоях атмосферы. В результате этого взаимодействия у этих частиц, грубо говоря, отрываются электроны, и они становятся заряженными частицами – ионами. И вот эти ионы и свободные электроны ведут себя не так, как обычные нейтральные частицы. И поэтому там, где есть их концентрация, выделяют отдельные слои. Нижние слои атмосферы так не ионизируются, так как сюда, к нам, почти не проникает тоже ультрафиолетовое излучение, которое в основном блокируется озоновым слоем. В самой ионосфере выделяют еще три региона. Самый нижний слой – D, на высоте примерно 70 км. Второй слой – I, примерно на высоте в 100 км. и верхний слой – F, начинающийся выше 150 км над Землей. F может продолжаться до высоты в 500-600 км, и в некоторых источниках пишут даже до 1000 км. На самом деле эти разные оценки еще связаны с тем, что слои, ну, и вся ионосфера очень динамична и постоянно меняется. Ведь формирование ионосферы связано с излучением Солнца, а его интенсивность меняется со временем. И эти изменения в ионосфере происходят даже на масштабах одного дня. В дневное время, когда часть Земли освещена Солнцем, создается больше ионов, и меньше ионов рекомбинируются, то есть пересобираются с электронами с образованием нейтральных частиц. А вот ночью, наоборот, появляется больше нейтральных частиц. И в результате, например, нижний слой – D обычно вообще полностью исчезает ночью. Меняются и свойства других слоев. Естественно, на ионосферу влияют и другие факторы – меняющаяся активность Солнца, сезоны, влияние может оказывать даже погода на Земле. Большая часть полярных сияний происходит на тех же высотах, то есть, грубо говоря, в ионосфере. Так что очевидно, что слово auroral, на английском полярное сияние – это aurora, в названии проекта HARP не случайно. Но светит ионосфера не только полярными сияниями, ведь еще есть так называемое собственное свечение атмосферы. Это более слабое, постоянное свечение атмосферы. Его неплохо видно вот на таких снимках Земли из космоса. Его можно заметить из Земли, правда оно очень тусклое. Вообще оно вызывается разными процессами. Например, когда атомы и молекулы, возбужденные солнечным светом, испускают фотоны, чтобы избавиться от лишней энергии. И в процессе рекомбинации, когда ионы захватывают электрон, и также испускается фотон, и мы видим свет. В общем, как мы видим, ионосфера динамичная, и отнюдь не скучное место. И вот теперь вопрос. А почему так важно ее изучать? Когда в своих видео я рассказываю об изучении космоса, особенно если это какие-то исследования по космологии, речь об устройстве Вселенной, далеких галактиках и всем таком, в комментариях встречаются категории людей, которые спрашивают, ну и что нам эти ваши галактики? Зачем нам это все знать? Какой в этом практический смысл? Действительно, далеко не всегда у фундаментальных исследований есть какой-то очевидный практический результат здесь и сейчас. Но их задача в другом. Это, правда, тема для отдельного разговора. Но вот в случае с ионосферой, помимо общего понимания физических процессов, которые протекают в верхних слоях нашей атмосферы, тут как раз есть еще и вполне конкретная практическая ценность. Во-первых, сама ионосфера и ее состояние – это важный фактор в работе некоторых систем связи. Например, до широкого использования спутниковой связи использовались за горизонтные радиолокаторы. Радиоизлучение, как и любое другое электромагнитное излучение, распространяется по прямой. Если мы посылаем радиосигнал, и приемник должен быть в поле зрения передатчика. Ну, тут возникает такая небольшая проблемка. Я, конечно, боюсь некоторых разочаровывать, но наша Земля, она, к сожалению, не плоская. И рано или поздно передатчик или приемник скроется за горизонтом. Естественно, чем выше мы построим вышку, тем дальше для нее будет линия горизонта. Но и тут есть предел. Поэтому в 50-е и 60-е годы прошлого века строили загоризонтные радиолокаторные системы. Фишка в том, что для некоторых частот ионосфера может служить своеобразным зеркалом. Радиоволны отражаются от заряженных частиц в определенных слоях атмосферы и потом возвращаются на Землю. И так сигнал может добивать буквально за горизонт на многие тысячи километров без использования спутников. Вот, например, американская подобная система или советская загоризонтная радиолокационная станция Дуга. Такие системы использовались, например, для обнаружения пусков межконтинентальных ракет. Вот прикиньте, если бы Земля таки была плоская, эти дураки, инженеры и военные мучились, строили такие огромные станции, тратили столько денег, чтобы иметь возможность передавать сигнал за горизонт, а можно было просто вперед пульнуть. Вот глупо это. Ну ладно, а если серьезно, несложно догадаться, что для использования ионосферы таким образом нужно понимать, как она устроена. Учитывая то, что я уже сказал, она очень динамична, постоянно меняется, и от этого зависит и качество передачи сигналов. Желательно уметь делать прогнозы, знать, как определенное событие, например, вспышка на Солнце, скажется на средствах коммуникации. Сейчас же, когда важную роль в коммуникации уже играют спутники, проблема ионосферы по-прежнему такая же острая. Сигналы со спутников проходят через ионосферу, а там эти сигналы могут отражаться и поглощаться. Но и постоянно меняющиеся свойства ионосферы тоже сказываются на передаче этих сигналов. В определенные моменты ионосфера может сильно снизить качество сигналов, и от этого, например, еще зависит точность работы систем GPS. Но и это еще не все. Спутники на низкой околоземной орбите и сама МКС находятся буквально внутри ионосферы. Заряженные частицы могут оказывать на них эффект, а еще, хоть по нашим меркам, атмосфера там и очень разрешенная, она там есть, она, грубо говоря, постоянно тормозит спутники, из-за чего они постепенно сходят с орбиты. Та же МКС, по сути, постоянно падает, и время от времени приходится проводить коррекцию орбиты двигателями. Так вот, в активной, постоянно меняющейся, часто внезапно, ионосфере может возрастать сопротивление атмосферы, что будет снижать время службы спутников. В общем, целая куча современных технологий подвержена влиянию ионосферы, и нам нужно понимать, как она устроена, какие процессы в ней протекают. Думаю, учитывая все вышеперечисленное, уже не должно казаться удивительным, что в таком исследовательском проекте, как ХААРП, изначально были заинтересованы военные, радиолокация, коммуникации, спутники, и это далеко не все. Но одна из основных причин теорий заговора вокруг проекта, вовлеченность военных, прекрасно объясняется. В официальных описаниях задач проекта прямо написано, что данные, собранные проектом, могут помочь улучшить технологии гражданской и военной передачи данных, наблюдения и навигации. Но... Давайте теперь немного о самой установке ХААРП. Мы поговорили об одном слове в названии проекта, авроральный, ну а точнее, о связи с ионосферой и о предмете исследования. Еще одно важное слово в названии – активное. Активная исследовательская программа. Внешне ХААРП может быть похож на другие антенные решетки, радиотелескопы и интерферометры. Но важное отличие ХААРП от многих из них в том, что он не просто пассивно принимает сигнал, например, от астрономических радиоисточников. ХААРП может сам оказывать активное воздействие на среду, которую он изучает. А потом уже он смотрит, что получилось. Комплекс состоит из двух основных компонентов. Первый, самый заметный и, видимо, пугающий, инструмент исследования ионосферы – IRI, представляющий собой фазированную антенную решетку. Сначала в строй была введена решетка из 48 антенн, а в финальном же виде решетка состоит уже из 180 антенн и 360 передатчиков. Инструмент обладает мощностью 3,6 МВт и способен излучать высокочастотные сигналы в диапазоне от 2,7 до 10 МГц. В двух словах про фазированную антенную решетку. Как я уже сказал, на установке 360 передатчиков. Передатчик может напоминать обычную лампочку. В конце концов, и там, и там у нас электромагнитное излучение. Просто с разной длиной волны. Лампочка похожа на изотропный излучатель. То есть она излучает одинаково во всех направлениях. Ну, почти во всех. Но если я хочу при тех же затратах энергии направить в одном направлении больше излучения, я могу с одной стороны поднести к лампочке отражатель. Примерно как это делают в фонариках. Это, конечно, упрощённый пример. То же самое делают и с радиоизлучателями. Правда, стоит оговориться, что даже простейший дипольный излучатель излучает неизотропно. Итак, в случае с радио используют, например, тарелки, чтобы повысить коэффициент усиления антенны. Так мы фокусируем луч, усиливая сигнал. А ещё мы можем этот сигнал направлять, изменяя положение антенны. Но если мы хотим построить большой и мощный инструмент, огромной тарелкой уже управлять сложнее. И есть другой способ изменять направление луча – использовать фазированную антенную решётку. Множество небольших антенн устанавливаются в определённой конфигурации и на нужном расстоянии друг от друга. И они все передают сигнал на одной частоте. Когда они излучают, возникает эффект интерференции. За счёт конструктивной или усиливающей интерференции получается направленный лепесток или луч. А за счёт деструктивной интерференции по бокам от луча сигнал снижается. На самом деле там, конечно, получается более сложная картина. Вот пример из антенны с 16 излучателями. В центре из-за интерференции возникает главный лепесток, а по бокам – более слабые боковые лепестки. И теперь важный момент. Мы можем изменять направление главного лепестка, просто меняя фазу на отдельных передатчиках. Грубо говоря, мы подаём сигнал на передатчики с небольшой задержкой, и получается это позволяет наклонять луч. В случае с ХАРП сложная система позволяет менять направление луча в пределах 30 градусов от зенита, но ещё изменять его форму и даже делать множество разных лучей. Короче говоря, так мы можем электронно управлять лучом, не строя громоздкую тарелку с механизмами поворота и всем прочим. Если совсем коротко, инструмент нагревает небольшой участок элносферы над собой. Испускаемое радиоизлучение возбуждает заряженные частицы, они сталкиваются друг с другом, возрастает температура. Собственно, поэтому его и называют ионосферным нагревателем. Инструмент создаёт неравномерности в плазме ионосферы, может формировать что-то вроде виртуальной антенны, которая излучает уже низкочастотные сигналы. И предполагалось ещё, что сможет даже создавать слабое искусственное свечение, то есть фактически рукотворные полярные сияния. А вторая часть станции – это целый набор разнообразных инструментов для наблюдения эффектов, которые вызывает в атмосфере антенная решётка, посылающая сигналы. Это различные магнитометры, инструменты для исследования ионосферы, для приёма сигналов, камеры, телескопы и так далее. В принципе, этот набор инструментов может наблюдать за ионосферой и без антенной решётки, но, конечно, наиболее ценные данные – именно от активного исследования. Решётка влияет на ионосферу, а комплекс инструментов записывает данные, которые потом анализируются учёными. Это, если вкратце. Понятно, что конкретных процессов, режимов исследования может быть очень много. Давайте ещё немного поговорим об истории проекта. Она тоже, безусловно, в некотором смысле подкинула поводов конспирологам посудачить. За десятилетия существования проекта он был под контролем то одного военного ведомства, то другого, пока в конце концов не перешёл под управление университетом Аляски. Зародился проект под конец Холодной войны. И изначально основной мотивацией, которая позволила получить финансирование на проект, была связь с подводными лодками. Находясь глубоко под водой, они избегают обнаружения. Но чем они глубже, тем сложнее с ними поддерживать связь. И для того, чтобы связываться с подлодками на глубине, можно использовать сверхдлинные волны или крайне низкие или сверхнизкие частоты. Они могут проникать под поверхность Земли и глубоко под поверхность воды. Но вот проблема. Такие волны очень сложно генерировать, и нужны огромные комплексы строить и содержать, которые не очень реалистично. Однако, как я уже сказал, воздействуя на ионосферу, можно создать что-то вроде виртуальной антенны, воздействуя на неё высокочастотными сигналами. Ионосфера потом будет передавать низкочастотные сигналы, которые уже потом могли бы приниматься подводными лодками. В 80-х такая возможность была подтверждена экспериментально. И как раз в тот период закрывали за горизонтные радиолокаторы. И физик Денис Пападопулос пытался добиться поддержки у военных для создания комплекса. Тогда у учёных был бы свой атмосферный нагреватель для исследований. У военных возможность изучать способ связи с подлодками. А ещё Тед Стивенс, сенатор от Аляски, в то же время был заинтересован в дополнительном финансировании своего региона. Тут, как говорится, всё срослось и проекту дали в зелёный свет. Однако мотивация, помогавшая финансировать проект, менялась не раз. И когда закончилась холодная война, уже не стало острой необходимости разрабатывать такой способ связи с подлодками. После были идеи использовать сверхнизкие частоты для того, чтобы искать подземные бункеры. Правда, к идее отнеслись скептически. С появлением ядерного оружия у Северной Кореи были опасения, что бомбу могут взорвать, например, высоко в атмосфере, и выброс электронов при этом мог бы повыводить из строя спутники на низкой околоземной орбите. Были разговоры о том, что с помощью ХААРП можно было бы ускорить естественный процесс, в котором опасность от электронов нейтрализуется. Правда, тоже было неясно, действительно ли это сработает. В общем, в течение жизни проекта, кроме просто вопросов связи и функционирования спутников, у разных военных ведомств были интересы в существовании проекта ХААРП, а параллельно учёные занимались своими исследованиями. За время работы ХААРП было проведено большое количество исследований и накоплено немало новых и уникальных данных о нашей ионосфере. Всё перечислять можно очень долго, но это и новые данные о динамике ионосферы, о распространении волн плазмы в ионосфере, о том, как генерируются низкочастотные сигналы. Удалось создать искусственное сияние, которое можно было даже увидеть невооружённым глазом. Это фотографии такого сияния из исследования. Собраны данные о том, как ионосфера влияет на передачу сигналов и работу GPS, что позволяет повысить точность работы систем. И так далее, и так далее. На официальном сайте есть вот такой погромный список научных публикаций, написанных по данным ХААРП. Исследования продолжают выходить. Если мы вобьём в поиске в астрофизической базе данных ХААРП, то получим большой список, в том числе и свежих статей. Ссылки на всё это дело я, конечно, оставлю в описании. Но в итоге военные окончательно потеряли интерес к ХААРП. Что было бы странно, если бы проект действительно мог бы вызывать землетрясение и управлять разумом. В 2014-м проект решили закрыть. И даже были планы по демонтажу станции. Но потом всё же станцию передали в управление Университета Аляски. И сейчас там ведутся исследовательские работы. Даже можно на официальном сайте попробовать подать заявку, чтобы провести свои исследования. Ну, при условии, что они мотивированы. Есть, кстати, и доступ к данным наблюдений. В общем, да. История проекта не самая простая. Да, военные были вовлечены немало. Но при всём при этом, при достаточной открытости проекта, вряд ли бы у кого-то возникли столь неоднозначные заявления о возможности ХААРП, если бы не... если бы не пара человек. Это видео не разоблачение. Мне интересно было в целом немного поговорить о бонус-сфере, о самом проекте, о его истории. Ну, и узнать, откуда берутся все эти заявления. И вообще, что там разоблачать? Для большинства из вас, если я просто скажу, что это инструмент, который якобы сразу управляет погодой, контролирует разум, устраивает психоз, сбивает самолёты и шаттлы, наводит наводнения и землетрясения... Бум! Разоблачено! Ну, в смысле, тут как бы и так всё ясно. Но всё же, как они всё это мотивируют? О том, что ХААРП – это секретное оружие, есть статьи в интернете, видео на ютубе, выходили передачи по ТВ и были написаны целые книги. Опять же, я не буду детально разбирать каждое такое творение, но давайте я вам покажу пару примеров аргументации и логики, которые там используются. Естественно, основа всего этого – спекуляции, которые, как правило, не имеют никаких доказательств. Но ещё хуже, когда там приводят просто какие-то абсолютно ложные данные. На телеканале «Россия-24» выходил документальный фильм о ХААРП. Я не буду вставлять оттуда куски видео, а просто приведу вам пару цитат. В первые минуты фильма на экране идёт съёмка ХААРП с воздуха, и диктор говорит, «Это одно из самых необычных сооружений на нашей планете. Здесь, на самом краю Земли, вдруг возникают ровные ряды антенн, которые тянутся бесконечно». Показывают вот подобные кадры. По-моему, вполне конечную. Но дальше диктор говорит, «Они занимают 60 квадратных километров». По-моему, даже просто глядя на такое изображение, у кого-то должно было возникнуть сомнение, что тут вряд ли есть 60 квадратных километров антенн. Ну и что это я? Вот антенная решётка ХААРП на спутниковых снимках. Даже если взять чуть шире, получается 350 метров по ширине и примерно 420 в длину. А это около 0,15 квадратного километра. Может, конечно, они взяли значение площади территории всего комплекса, но говорили они явно о том, сколько занимают антенны. Звучит-то страшно, 60 квадратных километров антенн. Но дальше веселее. Диктор говорит, По сути, это одна гигантская антенна. Когда её включают, в небо уносится мощнейший пучок излучения в полтора миллиарда ватт. Полтора миллиарда ватт? Полтора гигаватта? Но мощность установки 3,6 мегаватт. Для того, что они заявляют, ХААРП нужна не слабая такая электростанция, но её нет. А есть только несколько генераторов. То есть они буквально в соседних предложениях в 400 раз преувеличили размер антенной решётки и примерно в 500 раз преувеличили мощность установки. Неудивительно, что это звучит страшно. И это пишут не на каком-нибудь форуме на сайте правдиваяправда.народ.ру. Это федеральный канал. Ну и дальше стандартные для подобных фильмов приёмы. Идут мнения вполне адекватных экспертов, которые вроде как придают фильму убедительности. А затем это чередуют с совершенно неправдоподобными заявлениями. И пойди уже отличи, где что, если ты не разбираешься. Ну и ещё один момент. Дальше там перечисляются все фантастические заявления о якобы возможностях ХААРП. И мы слышим, как диктор говорит. Всё это можно было бы считать домыслами. О, отлично. Но. Но в 1999-м Европарламент принял резолюцию. ХААРП – глобальная проблема. Такая резолюция, в которой Европарламент говорил об обеспокоенности тем, какие последствия ХААРП якобы может нести, действительно существует. Во-первых, конечно, сама по себе такая резолюция немного значит. Хотя в фильме это прозвучало как доказательство. Но на самом деле с ней, с этой резолюцией, всё очень весело, и я ещё к ней вернусь. Ну а в других источниках тоже заявления, которые просто не могут быть правдой. Например, в этой статье на сайте Gaia.com «Не имеет отношения к телескопу Гая» написано следующее. Критики ХААРП утверждают, что у него есть возможность отправлять микроволновое излучение под землю. Нет, нет у него такой возможности. Эти критики хоть видели описание станции? Видели частоты, в которых он работает? Это далеко от микроволн. Да что там описание? Мало ли что они там напишут. А не фотки станции видели? Фотки антенн? Если совсем грубо, длина волны, которую способен излучать передатчик, зависит от физического размера. По сути, те антенны, что у ХААРП, просто не могут эффективно излучать микроволны. И вот так почти с каждым заявлением или аргументом. ХААРП может наводить землетрясение? Знаете, какой эксперт об этом заявлял? Ну, например, Уго Чавес. Он обвинил ХААРП в землетрясении на Гаите. А какие аргументы в пользу того, что ХААРП действительно наводит землетрясение? Ну, это якобы то, что с момента введения станции в строй на земле участились землетрясения. Ну, так давайте посмотрим статистику, участились ли. Да что-то не очень. Значение постоянно колеблется, но это естественно. Нет резкого всплеска после ввода ХААРП в строй. Но погодите, в интернете можно найти вот такой график, где есть явный всплеск. Да, есть такой график. А еще есть такая статья с разбором, откуда этот график взялся. Где нашли, что на графике только избранные землетрясения. И если взять все данные из того же источника, график выглядит так. Опять же, есть некий рост, но если снова взглянуть на статистику, которая охватывает больший период, мы видим, что это обычное дело. Падение, рост, рост, падение. Заявление о контроле разума. Уф. Тут, например, мотивирует тем, что якобы частота волн ХААРП совпадает с частотой ритмов головного мозга, электрических колебаний. Частота этих ритмов мозга измеряется герцами и десятками герц. Но, как мы помним, сам ХААРП работает в диапазоне от 2,7 до 10 мегагерц. Ну, а если речь о более низкочастотных волнах, которые ХААРП производит в ионосфере, то, например, в этой статье говорится о зарегистрированном излучении в диапазоне от 0,5 до 3,5 килогерц. То есть, тут частота заметно выше. Но даже если представить, что частота в том же диапазоне, что и ритмы мозга, то, как просто сам факт совпадения говорит о том, что так можно управлять разумом людей. Где какие-нибудь... Ну, это доказательства, что такой эффект от ХААРП есть? Исследования? Кстати, есть одно доказательство. Знаете, какое? Эдвард Сноуден слил документы о том, что в ХААРП занимаются контролем разума. Только вот, это фейк. Не было таких документов. Вообще, история немного напоминает панику с 5G. Но и тут стоит немного разобраться, как технология работает, и становится понятно, что она физически не может делать того, что ей приписывают. Что касается управления погодой. Вот что пишут об этом на официальном сайте ХААРП в часто задаваемых вопросах. Да, им даже пришлось включить в список вопросы про управление разумом, погодой и все такое. В общем, пишут, что поскольку ХААРП работает в радиодиапазоне, а радиоизлучение не поглощается в тропосфере и стратосфере, где, ну, погода и происходит, он просто не оказывает на нее влияния. К тому же, в сравнении с природными явлениями, энергия ХААРП очень слаба. Зато знаете, что мощнее ХААРП и происходит в атмосфере? Молнии, которые ударяют в земной атмосфере по 50, а то и в 100 раз в секунду. ХААРП нагревает небольшой участок ионосферы. Но знаете, что еще нагревает ионосферу и на порядке мощнее? Солнце! Ладно. Фишка ХААРП в том, что он создает изменения в небольшой области. Эти изменения очень слабые, гораздо слабее того, что делает Солнце. Но из-за того, что эти изменения можно контролировать, их можно и измерить. В общем, нет. ХААРП не может управлять погодой, и этому нет никаких доказательств, что именно из-за ХААРП случаются наводнения, ураганы и прочие бедствия. Помните, да? Экстраординарные заявления требуют экстраординарных доказательств и вот это все. Ну, тут явно не этот случай. И вообще, ХААРП не единственный такой ионосферный нагреватель. Похожие, хоть и менее мощные установки были в Советском Союзе, это комплекс СУРА, и в Европе. Но вот такая слава досталась именно ХААРП. В конце предыдущей части видео я сказал, что, возможно, всего этого не было бы, если бы не два человека. И да, когда речь идет о теориях заговора вокруг ХААРП, чаще всего можно услышать о двух личностях. Бернард Истланд и Ник Бегич. Истланд – физик, работавший в нефтегазовой компании Arco. Он также был консультантом в одной из компаний, строивших ХААРП. Вообще, история там довольно запутанная. Есть достаточно подробная статья на Wired, ссылку на которую я оставлю. Но для нас главное, что Истланд зарегистрировал несколько патентов. И вот в его патентах описывается технология, напоминающая ХААРП. И там ей приписываются возможности сбивать ракеты, управлять ураганами, наводить их на врагов. Ну и вот это все. Эти его идеи посчитали нонсенсом, но он после утверждал, что ХААРП построили по его патентам. Но патенты – это не доказательства. В них можно написать почти что угодно. Это не значит, что это работает именно так, или что это вообще работает. Но явно один из источников всех этих конспирологических теорий – Истланд с его патентами, которые, конечно, ничего не доказывают. Второй человек – Ник Бегич. Сын крупного политика на Аляске. Его отец пропал без вести, когда летал на небольшом самолете, и тогда не нашли ни сам самолет, ни тел. И, как пишут в статье на Wired, сын постепенно заинтересовался раскрытием различных тайн. А потом ему попалась заметка о планах строительства ХААРП в конспирологическом журнале. Затем он увидел эти патенты с громкими заявлениями, вовлеченность военных и прочее, и пошло-поехало. В итоге он написал конспирологическую книгу Angels Don't Play This Harp. Тут игра слов в том, что ХААРП с одной A – это на английском арфа. Ангелы не играют на этой арфе. Ну, поняли, да? Книга была переведена на 10 языков и разошлась более чем сотни тысяч копий. А в интервью Vice News Бегич сказал, что заработал на ней примерно миллион долларов. Неплохой такой мотивчик. Но еще он стал давать лекции и выступать на самых разных мероприятиях. От встреч уфологов до... Ну, сейчас... До слушаний в Европарламенте. Помните резолюцию? Да, конспиролог. У него в некоторых источниках рядом с именем стоит пометка «Доктор», но я почему-то не нашел его в базах данных ученых, ни в Скопусе, ни в Google Scholar о нем нет статьи, как об авторе научных статей, только ссылки на его конспирологические работы. В общем, я не нашел информации о его научной степени. В общем, конспиролог, еще и автор книг, на которых хорошо заработал, и вот он был экспертом в Европарламенте на этих слушаниях. И вот документы с информацией об этом на сайте Европарламента. И, конечно, ко всему этому добавляла массовая культура. Похожую установку описывал в своем романе Том Кленси, там она наводила психоз. Что-то похожее было в комиксах Марвел и в секретных материалах. Ну вот мы тут сами смеемся или кто-то отмахивается от подобных историй, но у этого есть и обратная сторона. В 2016 году двое вооруженных мужчин были арестованы. Они планировали совершить атаку на Хаарп. Вот такой у них был арсенал. И что их вдохновило на этот шаг? Правильно. Теории заговора. И это не все. Сотрудники Хаарп часто сталкивались с угрозами. И все из-за чего? Вокруг Хаарп и так не было особой секретности. Но, видимо, когда все эти теории заговора со всем сотрудникам надоели, а центр перешел под управление университета, в центре стали проводить дни открытых дверей. Туда мог попасть, послушать лекцию о работе станции, посмотреть на все своими глазами любой желающий. И многие люди пошли и посмотрели. А знаете, кто по его собственным словам туда так и не пошел? Ник Бегич. Распространив по всему миру конспирологические теории, он сказал что-то вроде «А что я там не видел?» Уф, да, что тут, друзья, этот ролик у меня отнял очень много сил и надеюсь, он вам понравился. Очень надеюсь на вашу поддержку лайками, комментариями, репостами. А если вы в первый раз на канале, обязательно подписывайтесь, жмите колокольчик, кто не нажал. И спасибо всем, кто поддерживает меня на Патреоне, на Ютубе и всеми другими способами. Пока. Если я при тех же затратах энергии хочу направить в одном направлении больше излучения, я могу поднести с одной стороны к лампочке излучатель. Спалился. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!